Почти 26 миллиардов рублей, вложенных в проекты развития региона. Таков первый экономический итог сложного 2020 года. Несмотря на пандемию, ограничения и новые вызовы Волгоградская область сумела на 100% выполнить все намеченные планы по региональным и национальным проектам, увеличив при этом вложение в местную экономику и социальную сферу. «Мы реализовывали 51 региональный проект в рамках исполнения 11 национальных проектов. Сумма финансовых средств, которая была профинансирована со стороны федерации, со стороны региона, это 25,9 миллиардов рублей. Это на четверть больше тех средств, которые были реализованы в 2019 году». Средства были вложены в строительство и реконструкцию объектов медицины, образования, дорог и транспорта, а также благоустройства. «Благоустройство 275 объектов, из них 209 введены в эксплуатацию, в том числе 4 дороги, 9 детских садов, школа, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 3 вертолетные площадки, 152 общественные территории, 24 дворовые территории, 11 спортивных объектов. Это далеко не полный перечень тех объектов, которые регион получил в прошлом году». При этом власти региона даже в условиях дефицитного бюджета 2020 года сумели найти дополнительное финансирование на социально значимые проекты. «Было привлечено дополнительных почти 2,5 миллиарда рублей в регион. Это и реконструкция дорог, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, это и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Помощь бизнесу, который пережил в 2020-м тяжелый локдаун, стала отдельным направлением работы в регионе. «Приняты у нас уже три пакета мер поддержки бизнеса, в том числе бизнес поддерживается как малый бизнес, как самозанятые граждане, так и крупный бизнес, который может и приходит в наш регион с инвестициями. Здесь предусмотрены и приняты сейчас ряд инвестиционных вельгод». Областной совет по улучшению инвест-климата – как раз та площадка, где бизнес может напрямую с властью обсудить свои идеи и получить поддержку важных инициатив. «Мы ведем несколько проектов с РЖД, они точно так же ожидают поддержки от Комитета экономики. Хотелось бы, может быть, тогда отдельно с рабочими группами». Каждый вопрос от предпринимателей власти региона берут, что называется, на карандаш. Задача – представить максимум содействия, в том числе консультативной помощи. «Как узнать и поучаствовать в судьбе реализации и поддержке этих идей. Тем более, что две идеи из тех, которые были поддержаны, вызывают у меня живой отклик. Я общалась с лидерами этих идей, они готовы их продвигать дальше. Но, к сожалению, ни с людьми информации о них не поступило». Живой диалог и сверка позиций на 2021 год – важная часть работы. Ведь развитие региона – это результат совместных усилий и власти, и бизнеса. «Дорожная карта, трехлестняя, которая включала 18, 19, 20-е годы, включала более 370 миллиметров, и она реализована в полном объеме на все 100%. Волгоградская область, по оценке агентств стратегических инициатив, по итогам прошлого года поднялась на 12 минут». «Область делает серьезные шаги в улучшении инвестиционного климата. За последние годы принято ряд нормативных актов, организационных моментов проведено. По сравнению с другими регионами, даже такими передовыми, как Остовский, Краснодарский край, мы сегодня семимильными шагами догоняем, а где-то уже даже впереди этих регионов». В 2021 году, говорят в администрации региона, темп избавлять нельзя. Планы намечены масштабные. «В 2021 году мы планируем ввести в эксплуатацию 7 детских садов, одну школу, онкологический центр в Волгограде, 4 дороги, 19 объектов экологии, 5 спортивных объектов. Кроме того, будут также продолжены все ранее запланированные мероприятия. От той работы, которую мы с вами выстроим сегодня, будет зависеть, насколько успешно наше предприятие, наш бизнес может реализовывать свои возможности». У Волгоградского бизнес-сообщества уже есть свои предложения. Предприниматели надеются, что совместными усилиями экономика региона будет набирать обороты. «Здесь и поиск для инвесторов площадок, и предоставление различных льгот, субсидий, грантов. Все эти меры поддержки для бизнеса у нас готовы». «Я предлагаю тогда проголосовать за утверждение дорожной карты». В новой дорожной карте на 2021 год 280 позиций, и работа по ним точно так же будет идти совместно с бизнесом и экспертным сообществом. «Надеемся, что вот такой подход, когда у нас созданы и экспертные группы, и, собственно говоря, органы исполнительной власти ориентированы на достижение результата, есть единое окно в виде комитета экономической политики, есть неравнодушный бизнес, есть неравнодушные представители общественности. Они сработают в итоге на формировании не просто позитивного имиджа региона, но и действительно созданием благоприятной среды для ведения экономической деятельности в регионе, для ведения социального предпринимательства, социально ориентированных инициатив, которые, по сути, всегда направлены на улучшение качества жизни населения». Екатерина Алтухова, Екатерина Донцова, Роман Мещеряков, «Волгоградская правда» специально для канала «Волгоград-1».